На торжественной церемонии в Рязани представители организационного комитета зимних олимпийских игр представили рязанской публике чашу олимпийского огня. Причем, как сообщили на пресс-конференции партнеры Олимпиады, эта чаша после эстафеты останется в Рязани навсегда и будет выставлена на хранение в одном из спорткомплексов города. Мы гордимся тем, что огонь понесут покелоносцы рязанцы. Это разные люди, известные спортсмены и общественные деятели, известные на рязанской земле люди, уважаемые. Но самое главное, что все они разделяют олимпийские идеалы, очень близки к ним, потому что стремятся к тому, чтобы достигать побед. Журналисты на встрече спрашивали, предусмотрен ли в устройстве чаши механизм защиты огня от плохих погодных условий. Ведь на нескольких этапах случались неприятные инциденты, когда из-за сильного ветра олимпийский огонь погасал. Представители оргкомитета зимних сочинских игр пообещали, что в Рязани таких случаев не произойдет. Синоптики же в свою очередь сообщают, что во время эстафета олимпийского огня погода в областном центре будет спокойной. Погода на территории нашей области определяется западной периферии антициклона с центром над Прибалтикой. Завтра, 15 октября, сохранится малооблачная сухая погода с температурой воздуха в ночные и утренние часы от минус 3 до плюс 2. В Рязани минимальная температура воздуха ожидается 0, минус 2. Днем по области от плюс 7 до плюс 12 в Рязани 10-12 градусов тепла. Что же, будем надеяться, что прогнозы синоптиков сбудутся и в Рязани без сбоев пройдет грандиозный праздник спорта. Продолжение следует...